Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Жанна Фетисова и сегодня мы разбираем мой заказ косметикой Эльф от сайта iHerb. Итак, косметика Эльф. Замечательная, на мой взгляд, бюджетная косметика. В этом бренде много средств, которые помогают наносить эту косметику. То есть кисти, 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 что приятно, они все вот в таких вот брашерах. Итак, давайте все по порядку. Будем делать вот такой вот легкий и одновременно очень свежий макияж. Практически весь макияж выполнен с помощью средств от Эльф. За исключением только лишь туша и карандашика для бровей. Эти средства я уже не смогла присоединить к своему заказу, потому что у меня слишком много таких средств, похожих от других брендов. Итак, приступим к тесту Эльф. Поехали! Ну что, будем пробовать. Первое, что я буду использовать, это вот такое тональное средство. Есть Oil Free. Подойдет, я так думаю, для кожи жирной как раз очень хорошо. Мне не страшно его сейчас использовать, даже при наличии довольно сухой кожи, потому что я нанесла SPF. И он такой жирненький, то есть такой увлажняющий и питательный довольно. Вот так оно выглядит. Здесь очень удобная такая помпа. Вы можете контролировать, то есть она не только одним нажатием, но вы можете, в принципе, контролировать, сколько вам необходимо отжимать. То есть это удобно. Давайте попробуем разнести ее, потом уже нанесем на лицо. Очень хорошо разносится. Такая кремовая текстура. Сейчас посмотрим, как она будет мотировать или делать блеск. Нет, она мотирует. То есть это такая легкая полуматовая такая текстура. Вот, видите, как красиво. Попробуем пальчиками вначале. Цвет, мне кажется, вполне подходит. Цвет у меня 83,3 единички. Ну, насколько я понимаю, я выбрала самый светлый цвет с желтоватым подтоном. Ну, и сейчас необходимо сравнять вот эту зону с шеей, да, поэтому нанесем тоже чуть-чуть вот сюда тонального средства. Вот так. Обязательно делайте это, иначе получится на лице такая некрасивая маска. Буду разравнивать ее с помощью вот такого вот бьюти-блендера, не могу это назвать, такого спонжика. Вот тоже от Эльф. Блендинг спонж. Вот в такой коробочке он был. И вот его колыбелька. Вот такой вот, очень мягкий. Использовать такие спонжики принято во влажном состоянии, потому что таким образом они меньше вбирают в себя основы и более тонко разносят ее по личку. Мягкий. Довольно приятный. Но я подозреваю, что в него очень много будет впитываться тонального средства. Наверное, будет экономнее распределять вот так ручками и выравнивать уже по структуре кожи довольно тонким слоем там, где это требуется. Не сильно виден этот тон, довольно тонкое покрытие. Он не сухой, как я уже сказала, хотя написано oil free. То есть не бойтесь, оказывается, его можно использовать на сухую кожу в том числе. Ну и, естественно, как я уже сказала ранее, пожалуйста, увлажните чуть-чуть. Сейчас предлагаю заняться губами, для того, чтобы помадка потом решала ровно. Есть вот такая вот совершенно сумасшедшая штучка, тоже очень недорого стоит. Это, это скраб, вот такой вот. Ой, как вкусно пахнет. Кофейный скраб для губ. Здесь такие вот частички, прямо кофе. По ощущению, очень сильно скрабирует сладкий, то есть там сахар и кофе в составе. Очень интересный продукт, надо будет сейчас попробовать. У меня как раз губы сейчас нуждаются в таком дополнительном уходе. Ну вот он такой легкий след какой-то масляный оставляет. То есть, как я понимаю, это еще и уход. Давайте пробовать. Ой, как он царапается. Сладкий. Губы сейчас засохли, не в очень хорошем состоянии, так что как раз штучка нужная. По моим ощущениям, остаются небольшие кофейные частички на губах. Поэтому сейчас мы их снимем салфеточкой лишнее. С первого раза довольно сложно оценить это средство. Свой вердикт я скажу вам через несколько применений. Средство тоже для губ. Праймер и... Праймер и праймер. Ага, плампер и праймер. Наносится на губы, на увлажненные губы. Вот такой вот он плотненький. Я думаю, что лучше его растереть пальчиком, чтобы не получить маску такую, да? В итоге это такая основа, грунтовочка, для того, чтобы держалась идеально помада. И плампер. Плампер, если кто-то пользовался, это вот такие вот помадки. Похожи на гигиенические помадки. Они не имеют цвета. Они не дают, по сути, никакого особого блеска. С ванной увлажнить и как бы немножечко охладить губы перед нанесением помады. Ощущение интересное. Покалывание такое. Холодок. Он с корицей по вкусу. Вполне приятно. Пока ничего вроде бы. Я ходю сетнего губы вот такие вот не раздуть, как у золотой рыбки. Так, оставим некоторое время впитаться. И затем воспользуемся через какое-то время праймером. А также с помощью этих праймеров вы можете нарисовать совершенно новый контур для тех, у кого очень узкие губы. Либо, например, асимметрия есть в губах. Асимметричную зону можете закрасить этим праймером. И, соответственно, нарисовать карандашиком ту форму, которая вам нужна. Будем пробовать. Ну и следующее, что я буду сейчас использовать, это вот такой вот хайлайтер и консилер. Давайте попробуем консилер. Он имеет оттенок, как вы уже видите, розовато-персиковый, такой лососевый. Прекрасно убирает синеву под глазами. Вот, смотрите. Если разносится, видите, он чуть-чуть высветляет немножко зону кожу. Ну и вот, видите, делает такой более здоровый цвет. То есть под глазки идеален будет. Крема, очень кремовая текстура, приятная. У кого очень большие синяки, советую вам пробовать вот такие вот вещи. Обычно лососевый цвет отлично перекрывает синеву. Также, если у вас синева вот здесь, вот, да, в уголочке переносится, это зрительно сужает очень глаза, и получается посадка глаз очень близкая, что тоже нам не выгодно. Если вы уберете синячки вот здесь, воспользовавшись вот таким вот консилером, такого розовато-лососевого цвета, то это зрительно расширит глаза. Пробуем. Начали один, не знаю, как будет работать. Пробую разнести спонжиком, но понимаю, что это не очень удобно, потому что он довольно крупный, и под глазки, естественно, не приспособлен. Поэтому буду разносить пальчиком. Так, ну пока мне все нравится, в принципе, пока ничего, никуда не сползает, не пятнит, довольно ровно расходится. Вот, посмотрите, пожалуйста, вблизи. Знаете, я пробовала разносить консилер кисточкой, как делают это многие визажисты. Для меня все-таки вариант неудобный. И в театре, например, вот такие вот средства кремовые распределяются по лицу, по талантливым лицам артистов, распределяются таким вот спонжиком. Раньше вырезали из поролончика сами, да, и гримеры, старались, подбирали, придумывали, как бы так вырезать. Не знаю пока, сколько он продержится, честно говоря, этот консилер, но такой по ощущениям он такой жирноватый. То есть вот именно то, что мне нужно, не сухой. Обратите внимание на то, чтобы ваш консилер не был сухим, если вам более 35 лет. Возможно, что уже кожа под глазами стала более сухой, чувствительной, тонкой, поэтому сухие консилеры вот такого вот плана могут подчеркивать ваши морщинки, ну или, по крайней мере, мимические, да, вот такие складочки, они будут в них забиваться, будут вот такие прям белые или розовые, в зависимости от цвета консилера полосочки. С другой стороны у нас хайлайтер, но не знаю, насколько хайлайтер. Давайте посмотрим. Вот такой вот хайлайтер кремовый попробуем. Очень быстро растирается, прям такой действительно крем-крем. И дает легкий-легкий, если вы видите, надеюсь, вы видите, очень интеллигентный такой перелив. Розовая почему-то кисточка. Будем пробовать чуть-чуть, вот так вот под бровь, немножечко буквально. Просто хочу выровнять структуру бровей. И вот здесь вот тоже есть сосудики, которые хотелось бы немножечко убрать, поскольку это все-таки, как я вижу, вот сейчас не хайлайтер, а более такой вот консилер более просто светлого цвета. Он практически не имеет никакого шиммера. Бровью это смотрится неплохо. Смотрите. Вы можете, я думаю, его использовать в подбровное пространство и для высветления вот этой вот зоны, да, спиночки, нос. И космонавты, пролетая над землей, не увидят, что я нанесла на лицо вот это средство, так что оно не будет светиться в космосе. Это меня радует. Так вы уже, наверное, поняли, я люблю довольно скромные нюдовые макияжи, такие натуральные, мейкап, но мейкап. И что тогда, если он вот такой деликатный, можно будет на спиночку носа попробовать его нанести. Давайте посмотрим, что получится. Поскольку нанеся тональное средство, вы превращаете свое лицо как бы в холст, без теней, без каких бы то ни было, да, оттенков и выпуклостей. Получается все однородное, одного цвета. Потом-потом необходимо чуть-чуть скорректировать уже оттенки другими средствами. Ну и, наверное, давайте попробуем вот сюда немножечко на скулы добавим. То есть как бы мы опять возвращаем своему лицу объемы, которые были на все выступающие части. Чуть-чуть такого блеска, сияния легкого. Они как бы немножко выдвигаются вперед, благодаря вот таким вот легким перламутровым текстурам. И лицо смотрится более таким живым. Теперь скорректируем некоторые недостатки. И консилер от Эльф. Более плотный. Буду наносить его на какие-то проблемные зоны вокруг носа. Вполне возможно, на подбородок чуть-чуть. Чуть видны венки. Интересно, замаскирует ли он. Темноват, конечно, немножечко. Посмотрим, как он разойдется. Ну, в принципе, каких-то очень серьезных недостатков у меня нет на коже. Вот какие-то веночки. Может быть, розовину, которая меня не устраивает. Я могу убрать им. Сегодня у нас будет просто тест-драйв этой косметики. Потому что сейчас я пойду по своим делам. Потом поеду в фитнес-клуб заниматься. Не буду ее снимать во время занятий. Так, чтобы действительно настоящий тест-драйв был. Ну, и, естественно, после душа, сауны. Понятно, что в душе я ее сниму. Эту косметику все тоже. Вот я посмотрю, как раз, как она снимается. Насколько удобно, не размазывается ли. Ну, в общем, потом все обязательно вам расскажу. Что ж, теперь самое время нанести финишную пудру немножечко. Да, под глаза не буду наносить. И вообще никогда не наношу финишную пудру под глаза. Эти пудры обычно мне лично сушат кожу под глазами. Ну, а тем, кто, соответственно, припекает это делать, вы можете это сделать. Эта пудра. Она корректирующая. Вот таких вот четырех цветов. Насколько они пигментированы. Действительно ли есть какой-то оттенок. Ну, вот как вы видите, совсем-совсем легкий, да? Но он есть, этот оттеночек. Если смешать все оттенки, то я, в принципе, думаю, что получится абсолютно нейтральный. Да. Мало того, даже совсем невидимый. Смотрите, какая хорошая пудрочка. Лишнюю всегда сдуваю, чтобы не было эффекта перепудренности. Вообще не люблю, когда макияж очень сильно виден на лице. Использую также кисть от Эльф. Для нанесения минеральной пудры. Есть такое вот заострение. И это очень удобно для тех, особенно, кто наносит все-таки под глаза. Ну, или в уголки носа. Сейчас, внимание. Самый, на мой взгляд, многофункциональный продукт от Эльф. Это числится под названием хайлайтер. Номер оттенка 8375. И он вот такой вот бронзовый. Очень красивый, переливающийся такой оттенок. Растереть. Он практически незаметен. Дает чуть-чуть такой легкий розово-бронзовый оттеночек. Можно его использовать как на скулы вместо румян. Одновременно с как бы хайлайтера. Можно использовать в качестве теней даже. Продукт, на мой взгляд, очень многофункциональный. Ну, и, конечно, у них очень простенькие упаковочки. Качество продуктов здесь хорошее. В iHerb вообще хорошие продукты. На моей страничке есть много отзывов. Посмотрите, пожалуйста. Также оставлю вам ссылочку. Давайте попробуем нанести его в качестве тени. Вот таких вот замечательных средствах, которые тоже буду пробовать сегодня. Интересно. Очень вот этот, честно говоря, один раз уже попробовала. Мне понравилось, как держит макияж. И этот еще нет. Это средство для закрепления макияжа. Что интересно. Ну, я думаю, вот такие средства вы знаете. Это средство с таким вот пульверизатором, да. И теперь вот такое вот средство. Для меня новинка. Вот с такой вот тарелочкой смешной. То есть вы сможете вот в эту вот чашечку налить некоторое количество вот этого средства. Давайте все распакуем, посмотрим. Ага. То есть оно вот с таким носиком. На наборе вот с такой вот кисточкой. И я думаю, что нужно прям вот так вот будет капать. А, ну, он прекрасно капает. Видите, совсем по чуть-чуть. Оно должно закреплять макияж на глазах. Все, пробуем. Бутылечка очень здорово. Капает совсем вот буквально по одной капельке. Ничего не выливается. Очень удобно. И вот такими вот легкими движениями аппликативными, да, можно нанести сверху на тени. Главное, не трите, чтобы все это у вас не размазалось, красота, которую вы нанесли. Вот так вот чуть-чуть-чуть-чуть я нанесу в качестве закрепителя. Так, тени есть. Теперь быстренько нанесу тушь и вернусь к вам. Тушь другого бренда. Поэтому не буду показывать ее в данном ролике. Скажу лишь то, что она темно-коричневая и очень подойдет под этот бронзовый макияж. Сегодня у нас будет такой минимализм на лице. Оно, тем не менее, освежающий цвет лица. Бронзовый, легкий макияж. Румяна у меня тоже эльф. Вот такие вот румяна. Twinkle Pink называется цвет. Давайте посмотрим. Давайте попробуем цвет. Очень приятный, вот такой вот красивый цвет. Вот так он наносится на влажную ручку. В принципе, его можно растереть и на влажной руке. То есть, это не сильно сухие румяна. Такой легкий-легкий золотистый оттеночек, как вы видите, наверное, да? Красный румяна для лета. Давайте попробуем. И в дуэте с этим румяном я буду использовать вот такую вот кисточку, которая, кстати, продавалась вместе с брашем, тоже от эльф. Бюджетные продукты довольно сильно пылят в основном. И этот не исключение. Лишнее сдуваем, чтобы не наставить пятен. Воспользуюсь вот таким вот бронзером, также от эльф. Все номера показываю вам близко. Бронзер. Здесь он закрыт, как, собственно, и все средства у них сухие, закрыты. Он имеет четыре таких вот оттенка. Почему-то здесь полосочка у меня. Ну, да ладно. Покажу вам каждый оттеночек. Вот такие оттенки. Здесь есть очень темный оттенок. Вот такой. Его можно использовать в качестве контурирования. Вот, смотрите, он довольно темный. И в нем уже меньше ржаны. И, видите, темный вот этот вот оттенок я буду использовать под скулу. Просто, чтобы чуть-чуть придать объема лицу. Вот сюда, в самую тень. Положу буквально капельку. Теперь пришла пора использовать праймерку от помады. Он такой плотный. Думаю, что будет лучше, если разнести его совсем чуть-чуть и воспользоваться пальчиком. Да, он действительно убирает контургуб. Видите, у меня губы очень яркие. И вот сейчас даже я со своими яркими губами, в принципе, могу нарисовать себе какие угодно губы. Сегодня я не буду использовать никакой карандаш. Потому что у меня есть две отличные помады. И я думаю, что для недового макияжа этого будет вполне достаточно. Матовая. Одна вот в таком вот цвете. Очень красивый цвет. Однако, я думаю, сейчас он у меня будет довольно светлый. Это вот такой вот персиковый. Не знаю, насколько будет передаваться камера. Думаю, что в камере он может казаться оранжевым. И второй оценочек такой более розовый. Его номер 82 633. Тоже вот такой вот цвет. Очень красивые оттенки, друзья. То есть, вот прям весенние, летние. Такие яркие, сочные. И одновременно нюдовые. То, что я и люблю. Этот персиковый, да, оттенок слишком сейчас светловат будет для меня. Потому что я уже нанесла бронзер. И летом это слишком светло. Поэтому оставлю эту помадку, наверное, на зиму. И сейчас буду использовать вот этот вот нюдовый бежево-розовый оттеночек. Который вы только что видели. Да, такая прям очень матовая сильная текстура. Боюсь, как бы она мне не сушила губы. Но на всякий случай возьму с собой какой-то прозрачный блеск. Для того, чтобы снять сухость, если она образуется. Приятный персиково-розовый оттеночек. Который не желтит зубы. Что очень приятно. И у нее довольно кремовая текстура. Независимо от того, что помада абсолютно матовая. И в принципе, по идее, я думаю, вы можете наносить ее даже вот так, без зеркала. Ими воспользоваться вот таким вот жидким закрепителем для макияжа. Ну, раз уж он есть, я сегодня им воспользуюсь. Трое глаза и все-все-все должно закрепиться этим средством. Аромата у него нет никакого. Нет никакого дискомфорта. Обратите на эту штучку внимание. Ну, что же, вот такой вот легкий у нас с вами макияж получился. Летний. Деликатный, интеллигентный. В то же время довольно яркие, интенсивные губки. Помадку эту беру с собой. Буду подновлять, если это потребуется. Красятся или нет, красятся или нет. Чуть-чуть иногда бывает. Так, сейчас лишнее уберем. Вот таким образом. Итак, все, сейчас я уже побежала по делам. Буду смотреть в течение дня. И обязательно сниму для вас кусочек видео, для того, чтобы вы поняли, насколько устойчив этот макияж. Я всегда все проверяю. Давайте со мной. Я уже в фитнес-клубе. Я уже чуть-чуть позанималась. Как вы видите, никуда абсолютно не исчез. Никак ничего не сползло. Тональное средство сидит прекрасно. Не так, чтобы сильно сушит то, чего я боялась. Под глазками тон. В принципе, консилер держится хорошо на месте. Единственное, но помадка. Помадки довольно сухие. То есть для тех, кто хорошо переносит матовую помаду, welcome. Но, видимо, не мой вариант. То есть прозрачный блеск нанесла сверху. Ну и, в принципе, тогда нормально. Помада никуда так же не исчезла. Просто, ну, для меня немножко суховато. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если оно понравилось, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Я буду знать, что такого плана видео вам нравится. Желаю вам удачного дня. И обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok